Привет, это подкаст «Базовый блог». Мы находимся в Риге. Здесь проходит конференция «Балтика» и «Баджер». И с нами Тон Бейс, трейдер, аналитик, известный человек в Твиттере и Ютубе. Спасибо большое, ребят. Для начала хотела бы немножко поговорить про трейдинг. У нас подкаст скорее технический, мы скорее рассказываем про то, как устроены технологии. Что нужно знать людям про трейдинг, которые в этом ничего не понимают? Нужно ли им туда вообще соваться? Я думаю, что нет. Если ты ничего не понимаешь в трейдинг, надо обязательно чуть-чуть научиться. Это можно делать бесплатно на Ютубе, через веб-сайты. И потом потихоньку надо трейдать или с очень маленькими настоящими деньгами. Или называется бумажный трейдинг, когда у тебя счет побольше, но это не настоящие деньги. Но ты должен думать, как бы ты это делал, если бы это было по-настоящему. Это как играть в покер. Если ты начинаешь серьезными деньгами, ты будешь просто играть с людьми, которые знают, что делают. И будет очень хорошо с финансами. Чем отличается трейдинг в мире криптовалют и биткоин от трейдинга между валютами, с акциями и прочими инструментами? Для меня самое большое – это регуляция. Потому что я все время боюсь держать свои биткоины на эксченже в криптовалюте. Они биткоины могут украсть, эксченжи могут прохакать. Люди, которые работают в эксченже, могут их прохакать. И регуляция может прийти и все это накрыть и забрать у них эти биткоины. Для меня вот это самое-самое главное, что как безопасны твои битки или твоя криптовалюта. Второе – это как ликвиди. Просто маловато. Один человек придет, у него 10-15 миллионов, и он сразу может пробить маркет и other book. Как у каждого эксченж в криптовалюте, у них свой запас биткоинов. В традиционных есть один мировой запас. И все это не эксченжи, это брокеры. И эти брокеры трейдают с одного большого запаса, поэтому трудно двигать цену. А в криптовалюте у нас эксченж и брокеры вместе. И у каждого чуть-чуть биткоина. Если бы они все были вместе, было бы легче. Может быть, в будущем они смогут друг другу сразу переводить. Но если один человек придет, у него 10 миллионов в одной эксченж, он там купил, продал, цена очень волатильная, и с этим трейдить очень трудно. Если вся эта ликвиди была в одном месте, тогда этот человек бы ничего не смог сделать. Ну, конечно, с точки зрения децентрализации, это было бы ужасно, наверное, если бы все биткоины хранились бы на одном месте. Ну, конечно, это другая проблема. Это опасно для биткоина, но это лучше для трейдера. Совсем разные вещи. Для трейдеров это будет хорошо, но, конечно, для самой биткоин, для децентрализованности, что это будет мировая валюта, это, конечно, опасно. А если сфокусироваться, так сказать, зумя на рынок криптовалют, вот эта конференция, она довольно биткоин-максималист, я бы сказал, и много раз звучал термин, как термин, слово «шиткоин» со сцены. Как на это смотреть с точки зрения трейдинга, биткоины, альткоины? Нужно ли сфокусироваться на биткоине, или можно смотреть какие-то другие вещи, и на какие? Ну, конечно, можно смотреть на другие вещи, можно трейдить альткоины. Для меня альткоины – это как penny stocks. Я когда-то трейдил стоки, но я любил трейдить самые большие стоки. Те, которые в NASDAQ – сотня, S&P 500. Я не любил трейдить стоки, у которых маленький валюм, и я очень не любил трейдить стоки, которые стоят по 2-3 копейки. Я любил трейдить стоки, которые стоят по 20-30 долларов в этом районе. И есть тысячи стоков, которые трейдаются меньше, чем 10 копеек. И то же самое здесь. Для меня биткоин – это единственное, которое можно трейдить, как, например, Amazon Stock, как большая валюта, как доллар с евро. А все остальное – это интересное. Можно трейдить, чтобы просто заработать больше биткоин, или заработать больше долларов или евро. Но верить, что вот эти какие-то алткоины будут с нами через 10 лет – это очень опасно. Их можно, пожалуйста, трейдой, но в них ничего нельзя держать. Только во время трейда, потому что ты думаешь, что оно еще больше поднимется. И за последние 12 месяцев биткоин гораздо лучше, и многие из них сейчас умирают. И посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, они будут продолжать идти вниз, а биткоин потихоньку продолжает идти наверх. А насколько вообще влияют какие-то фундаментальные вещи технологические на изменение курса криптовалют? Потому что мы, смотря с технологической стороны, мы поскольку освещаем не только биткоин, но и другие, скажем так, альткоины, с точки зрения технологий, там происходят интересные некоторые вещи. И там приватные криптовалюты, то есть криптографию разрабатывают люди. Это с одной стороны. Но рынок на это как-то реагирует, или рынку это вообще неважно, и можно какие-то другие вещи? Рынок чуть-чуть на это реагирует, но это в будущем, опять же, не будет иметь значения. Биткоин, почему она такая дорогая, и почему люди в нее верят, это не из-за того, что у биткоин самая хорошая технология. Потому что биткоин это как стабильные деньги. И из-за того, что биткоин очень трудно поменять в нем технологию, вот это дает такую стоимость биткоин. Все остальные олдкоин, можно посмотреть на Монеро, можно посмотреть на Бим, можно посмотреть на Грин. Дэвид Шамб выходит что-то другое. Все говорят, что у меня самая лучшая privacy валюта, у меня самая лучшая, самая быстрая, самая дешевая. Это не имеет значения. Потому что это не будет деньги. Это не будет как у книгов Safe1, я не знаю, если она есть на русском или нет, на биткоин стендартах. Мы ее перевели на русский, не каким-то другим заголовком, но мы, наверное, перейдем в шагунатах. И вот это дает биткоин. И все остальное, как получилась манера? Вот у меня есть, я придумал какой-то код, я придумал линию в компьютерном коде, и оно дает самую хорошую encryption для компьютер-сайенса. Ну что с ней делать? До биткоина, до того, как Сатоши придумал Proof of Work Mining, до этого люди бы смотрели на эту линию кода и говорили, ой, это интересно, можно сейчас отправлять с ней месседжи, можно закодировать свои секреты, и никто их не найдет. После биткоина, вот что он говорит, а я на этом могу заработать деньги, я превращу вот эту линию кода в деньги. И люди будут ее покупать и спекулировать, но это не будет деньги, потому что завтра кто-то другой придумает новую линию кода, и кто-то из нее сделает валюту. Так люди будут перепрыгивать с одной валюты на другую, но никто в ней не будет держать ничего на долгое время, потому что, ну, у Монера хорошая privacy, а теперь у Грин лучше privacy, а завтра Дэвид Шоум выйдет в свое, и там лучше privacy. Нельзя в них ничего держать на долгое время. Если тебе нужна какая-то транзакция, и тебе не хватает privacy в биткоин, ну, пожалуйста, переведи ее в Монера, потратить Монера, или переведи ее в Монера, сделай что-то в Монера, потом переводи ее обратно в биткоин на той стороне. Многие люди это делать не будут. Многие люди, им просто не нужно такое privacy. У биткоин достаточно для них privacy. И переходить в Монера трудно. Не то, что трудно, но перевести свои биткоин в Монера, Exchange, скорее всего, знает, кто это такой. Поэтому анонимность теряется. Очень мало людей пользуют их, потому что это разбито. Но 5 человек тысяч в мире пользуют Монера, и 3 человека тысяч в мире пользуют Beam, и 3 человека в мире пользуют Green. Потому что если очень мало людей пользуют твою валюту, то это будет очень понятно правительству, какие это люди. Поэтому я не верю, что вся эта технология что-то даст. А масса адапшн, если она будет, она будет только в биткоине. Потому что больше, просто люди не будут ничему больше доверять. И вот почему эта технология интересная. Но это интересная как технология. Это неинтересно как валюта. Это неинтересно как investment. Это просто интересно как технология. Если ее можно в биткоин программировать, она будет закодирована в биткоин. А если нет, то будет что-то похожее. Еще такой вопрос хотелось бы осветить. Вот на панели, посвященной трейдингу, где участвовали вы и другие трейдеры, мне кажется, большинство сходились во мнении, что регулярному обычному человеку нужно посоветовать dollar cost averaging как стратегию инвестиций. Что это такое и как это работает? Ну, dollar cost averaging это когда человек не хочет трейдить или боится гадать. Значит, он берет, смотрит на свою зарплату. Ну вот я зарабатываю 2000 в месяц. Я возьму 500 долларов из этих 2000 в месяц. И я каждый месяц 15-го числа или 1-го числа буду 500 долларов покупать биткоин. И если человек это начал делать в любое время, биткоин больше, чем 6 месяцев назад, на сегодняшний день он в плюсе. И, скорее всего, он в плюсе, а те, кто трейдает, могут это все потерять. И даже если ты начал это делать в самый плохой день, например, ты начал делать dollar cost average в декабре 2017 года, когда цена поднялась до 20000. Но сейчас у нас 10000. Но ты бы упал, когда она упала до 7, и до 6, и до 3. И, скорее всего, на сегодняшний день ты можешь быть даже в плюсе. Если нет, подожди еще год, так продолжай делать, и будешь в плюсе. А если начал пару лет до этого, когда она была 1300, тоже был пузырь, и потом дошло 3 года, пока она поднялась дальше. То же самое. И многие люди так делают, и очень-очень удачно. Ну, и в завершении, наверное, какие-то прогнозы, прогноз погоды с новой весом, кроссовер эпизод. На что следить, за что смотреть, какие ближайшие события окажут влияние на курсы и на трейдинг? Я сейчас думаю, что биткоин еще может упасть. Мне последние 3-4 месяца не очень нравились, когда мы поднялись так высоко, до 14 тысяч. Это, скорее всего, произошло, потому что люди выходили из этих shitcoins, из этих holdcoins, и подняли цену биткоина. Я просто не вижу очень много новых людей приходить и спекулировать, и покупать биткоин. И вот мы подняли, я думаю, что мы поднялись просто из людей, которые уже в нашей системе. И если новые люди не приходят, если новые люди не покупают биткоин и не спекулируют на ней, то, значит, цена дорогая, и она будет падать. Потому что люди должны понять, что цена поднимается, потому что новые люди приходят. Чтобы цену упасть, люди не должны ее много продавать, просто новые люди не должны покупать. Нет новых людей покупать, и цена просто падает, потому что люди все время продают, люди зарабатывают зарплату в биткоин, людям надо что-то купить, потерял работу. Кто-то все время будет продавать. Но если новые люди не приходят покупать, то цена падает. Я думаю, что цена еще может чуть упасть, но в следующем году я довольно уверен, что мы пойдем вверх и хорошо вверх. Ну вот тоже, наверное, завершаю уже. В следующем году планируется халвинг. И для меня это как для человека непосвященного некоторая загадка. Почему есть такое мнение, что халвинг будет стимулировать курсы цены, вверх, хотя это событие запланированное, и все про это знают, и это должно быть уже price-in. На самом деле это price-in или нет? Ну, конечно, это price-in, но, может быть, из-за этого оно помогло подняться до 14 тысяч, и если оно поднимается очень высоко, потом мы падаем чуть-чуть больше. И именно во время этого халвинга ничего большого я не думаю, что произойдет. Но после халвинга, 6 месяцев после халвинга, может быть, год после халвинга, просто будет меньше биткоинов выходить на маркет, на продажу, потому что майнеры будут зарабатывать меньше биткоинов. Будет 90% биткоинов уже будут в мире. Значит, когда новые люди приходят покупать, просто меньше будет новых людей, которые хотят продавать. И вот почему цена будет подниматься. И это так сделано специально, потому что он знал, чтобы биткоин была с нами через 10, 15, 20 лет, цена должна подниматься. Майнеры должны зарабатывать минимум то же, что они зарабатывали раньше. Значит, для биткоин цена должна всего подняться в 2 раза каждые 4 года, и майнинг будет flat. Ну, майнинг хэш-пауэр тоже должен подниматься, потому что это безопаснее. Но если биткоин поднимается хоть в 2 раза в цене, значит, майнеры должны остаться, как и были. И вот большая проблема для олдкоинов, например, как лайткоин. Я не думаю, что лайткоин поднимется в цене в 2 раза за следующие 4 года. Значит, следующий хавинг у майнеров на вся валюта может накрыться. И вот почему это важно, чтобы биткоин поднимался в цене еще минимум 15-20 лет, чтобы майнинг продолжался, и security был хороший на биткоине. Такой немножко привет из другого мира, из мира эфириума. Там как бы совершенно происходит своя жизнь, они там разрабатывают что-то свое, мы тоже за этим следим. Но вот была как раз игра в 2017 году, криптокотики, которые очень были популярны. Как-то повлияло это на количество новых людей, которые приходят в том числе и в биткоин? Это является каким-то значимым фактором расширения аудитории криптовалют? Я не думаю. Я думаю, многие люди, которые входили в эти криптокотики, они уже были в этой системе. Я не думаю, что эфириум в этот проект привел гораздо много новых людей в криптовалюту. И этот проект доказал, что у эфириума большие проблемы со скейлингом. Было очень трудно там делать транзакции, транзакции стали очень дорогие. И планы у эфириума, чтобы скейлать их систему, эти планы очень-очень слабые. И они пытаются вообще все это переписать, весь эфириум переписать, пойти на эфириум 2. Я думаю, что через 5 лет эфириум просто накроется, и никто про него больше не будет. И будут говорить, что не могут поверить, как он мог. Стоит 1600 долларов в один день. Я ожидаю, что цена эфириума пойдет обратно, где-то доллар-два, как она и была первый год. Как вам этот ивент? Как вам Рига Баджи? Хани Баджи в Риге. Очень хорошая конференция. Уже мой второй год здесь. Очень хорошие спикера. И очень интересно погулять с людьми, которые тоже в основном верят в биткоин. И, как я, небольшие, не очень хорошо верят в все эти олдкоины. Спасибо большое. Счастливо. Все, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова